Очень важно заботиться о здоровье своего питомца. Все болезни можно выявить на начальном этапе, тогда программа лечения и прогноз будет существенно легче и лучше. Что такое ежегодная диспансеризация? Туда входит анализ крови, анализ мочи, УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости. Мы ежегодно проводим вакцинацию собаки. Также важно обрабатывать собаку от внутренних и внешних паразитов. Внутренние паразиты это те, так называемые, глисты, либо простейшие. Глистогонные мы даем раз в три месяца и непосредственно перед прививкой. Прививку мы делаем ежегодно, раз в год. Обработка от внешних паразитов, блох и клещей, проходит только в теплое время года. Помним, что клещи просыпаются при температуре плюс один. Следовательно, если зима теплая, где-то теплотрасса рядом, там зеленая трава даже зимой, и собака гуляет там, значит нужна обработка от клещей и зимой в том числе. От клещей есть несколько вариантов спасения. Это ошейники, капли на холку, спреи и таблетки. По инструкции можно почитать и выбрать наиболее комфортный для вас бренд. Также очень важно проводить гигиенические процедуры со своей собакой. Мыть ей лапки после каждой прогулки. Если собака с коротенькими лапками, нужно мыть ей живот. Очень важно стричь когти. Может быть, вы заметили, у одной из моих собак когти очень длинные. Дело в том, что с Джеком на протяжении тех лет, что он был в приюте, ему не проводили стрижку когтей, и вместе с когтем пророс сосуд. И теперь, если отрезать коготь достаточно коротко, у него, во-первых, болезненные ощущения из-за этого, во-вторых, выступают капли крови. Чтобы этого не допускать, нужно стричь когти раз в 10 дней. Стричь либо подпиливать специальным инструментом, который называется гриндер. По факту, наждачка – маленький продолговатый инструмент, который вы подносите к когтю и затачиваете. Истачиваете коготь равномерно. Либо срезаете специальным секатором для стрижки когтей. Также некоторым собакам нужно чистить зубы. Обращаем внимание, если у собаки образуется налет, можно их счищать щеткой пастой, специально для собак разработанной. Можно их очищать с помощью различных погрызушек, бычекорень, съедобной вкусняшки. Собака их грызет и тем самым счищает налет. Если у собаки образуется камень, здесь вам нужна профессиональная профгигиена. Идете в ветеринарную клинику, и дальше собаки под седацией чистят зубы ультразвуком. Образование камня чаще говорит о том, что у собаки есть те или иные проблемы со здоровьем. Очень важно следить за состоянием и изменением состояния вашего питомца. Если всегда активная собака становится пассивной, это повод обратиться в ветеринарную клинику. Либо наоборот, всегда спокойная флегматичная собака становится очень эмоциональной, возбужденной, гавкает, это может быть признаком болевого синдрома. Часто агрессия тоже является признаком болевого синдрома. В собаке что-то болит, она из-за этого находится в состоянии раздражения, и дальше любой фактор может ее вывести из хрупкого душевного равновесия. Отдельно стоит рассмотреть тему кормления собаки. Каждый выбирает то, что ему удобно. Наиболее видотипичным питанием для собаки является система БАРФ. Либо по-другому сырое мясо, овощи, костная составляющая, тоже сырая. Рацион лучше всего подбирать свет диетологам, чтобы учесть особенности вашей собаки. Бывает также готовая еда. Готовая натуралка уже расфасованная. Вы на сайте указываете, какая у вас собака, какой вес, какой возраст, какие пищевые особенности, и ей подбирает уже ветдиетолог РЦО. Вы потом держите всю еду в морозилке, непосредственно перед кормлением размораживаете, вы даете собаке. Этот метод считается наиболее видотипичным и полезным, но он не всегда комфортен, например, в путешествиях. Есть вариант сухой корм. Кормление сухим кормом удобно для собаки, комфортно, можно взять в путешествия. При выборе сухого корма вы ориентируетесь на том, что написано на упаковке. В первую очередь выбираем корма класса холистик. В этих кормах меньше всего аллергенов. Это корма премиум-класса, но они продаются и в зоомагазинах, и на зоне, в Албересе, да и даже во многих супермаркетах. Еще один вариант кормления собаки, который я не рекомендую, это вариант, как кормили у нас раньше каши. Во времена моего детства всех собак кормили кашей с мясом, либо кашей с консервом, где было очень много каши, ложечка консервов, либо косточка какая-то, тоже вареная. Я считаю, что сейчас мы живем во времена, когда у нас есть возможность выбрать для своего питомца наилучшее питание. И нужно вспомнить, что раньше собаки на таком питании жили гораздо меньше, чем живут сейчас. Если вы выбрали кормить собаку натуралкой, очень важно давать ей кости не вареные, а сырые. Почему? Представим куриный позвоночник. Сырой, если вы его возьмете в руку и сожмете, он эластичный. Кости сгибаются, потом разгибаются. Если вы его отварите и сожмете его, он рассыпается на острые осколки. То есть сырая кость, она эластичная. Кость вареная теряет эти качества и может быть опасна для вашего питомца. В приютах собаках кормят плюс-минус одинаково. Это сухой корм далеко не высокого класса по возможности. Да, волонтеры стараются привозить и дополнительное питание для собак, и какие-то ветконсервы, учитывая особенности здоровья той или иной собаки. Но по большей части это сухой корм. Поэтому если вы хотите перевести собаку на сухой корм классом выше, вы делайте это постепенно. Начинаем, грубо говоря, с трех зернышек. Выбираем три зернышка того корма, к которому собака привыкла. Добавляем новый корм. И потихоньку, в течение недели заменяем всю тарелку, добавляем на новый корм. Переход с сухого корма на сырое питание более долгий. Здесь лучше все-таки при поддержке вет-диетолога. Потому что часто нужны пробиотики, пребиотики, для того, чтобы процесс адаптации прошел как можно мягче. Давайте сравним два вида легкого. Первое. Вы сжимаете, оно не крошится в руках. Второе. Стоит его сжать, превращается в пыль. На тренировках я рекомендую использовать лакомство, которое не крошится, а именно ломается на определенные части. Настолько плотное, что даже лучше не ломать, а предварительно его разрезать перед тренировкой. Даем собаке цельный кусочек. Тогда у нас нет такого, что вы даете лакомство, оно в руках начинает разваливаться, пыль разлетается во все стороны. Собака поднимает часть лакомства с земли. Здесь вы точно понимаете, когда вы поощряете собаку. Также я не рекомендую обесцвеченные лакомства. Что же, вот сравните легкое белого цвета и легкое природного цвета, видотипичного красно-коричневого. Все лакомства должны быть максимально натуральных оттенков, то есть красно-коричневые. Обесцвеченные лакомства я использовать не рекомендую. И всегда можно найти замену. Так что в зоомагазине в первую очередь обращаем внимание на цвет. Если цвет насыщенный, красно-коричневый, лакомство ломается, но не крошится, не превращается в пыль, покупайте, используйте его. Когда вы собираетесь в поездку или оставляете собаку на передержку, я рекомендую фасовать корм на порции. Вот здесь, например, утренняя порция для собачки. Вечерняя порция в таком же пакетике. Чем это удобно? Когда берете с собой в дорогу, либо оставляете собаку на передержку, вы точно знаете, сколько вместе с ней было корма. Вы точно знаете, что на конкретные дни собаке еды хватит. Когда мы покупаем и ставим просто мешок, это не всегда удобно и не всегда понятно. По поводу кормов хотела рассказать, что я рекомендую корма класса Холистик. Различные марки могут быть. Это может быть Монш, это может быть Формина НД. Абсолютно любые. Какие захотите. Просто класс Холистик – это беззерновые корма. Следовательно, у них меньше всего аллергенов. Субтитры создавал DimaTorzok